Одна из форм коллективной работы разработчиков и программистов – это хакатон. Встреча, на которой специалисты могут сообща продумать какую-то идею и притворить ее в жизнь. Нечто подобное решили устроить в Центре детского технического творчества «Новация». Ребята из разных школ города объединились в семь команд и получили индивидуальные задания. Ребята приходят, кто-то со своим оборудованием, кто-то без всего. И уже на базе того, что мы им выдаем, собирают свой проект. Сегодня у них день, когда они большие идеи занимаются. Они их продумывают, расписывают, советуют с экспертами, вносим им какие-то коррективы. А завтра уже день сборки, когда они будут непосредственно все, что могут, все собирать и воплощать в жизнь, в материальные какие-то объекты. Каждая команда работает над проектом на заданную тему. Организаторы выбирали их, учитывая особенности Ивановского региона. В числе кейсов – мода и умная одежда, легкая промышленность, машиностроительная отрасль, медицина и образование. Этой команде досталась тема сельского хозяйства. Ребята уже решили, как будет выглядеть их высокотехнологичный робот. У нас будет комбайн, который будет запускаться силой мысли. Он сначала будет разрыхлять землю, потом заселять туда семена, дальше поливать их и закапывать. Одно из условий – конструкция должна управляться с помощью продвинутых технологий. Это могут быть накладки на мышцы рук или же нейрогарнитура. Никаких устаревших джойстиков или пультов. Ребята из другой команды работают над проектом в сфере пищевой промышленности. Идей было много, остановились на конвейере по производству мороженого. Сначала мы хотели сделать роботонарезалку, которая, допустим, какую-нибудь еду режет, и можно просто это все соединить и, допустим, салат сделать. Потом у нас появился еще, ну, придумали миксер. И вот все это соединили, подумали-подумали и решили вот с мороженым сделать. Самым юным участникам всего 11-12 лет. Многие из них уже не первый год занимаются робототехникой в новации или на дополнительных занятиях в школе. В своем возрасте они уже способны создавать прототипы полезной техники. Вполне возможно, что после вуза эти молодые люди станут инженерами и построят уже реальные копии сегодняшних комбайнов и конвейеров. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.